В администрации Кировского района Саратова прошли публичные слушания. Обсуждали проект межевания территории одного из наиболее проблемных ЖСК «Оптимист-2000». Напомню, его председатель Владимир Белич находится под стражей по подозрению в мошенничестве на 79 миллионов рублей. Проблемы этого и других долгостроев обсуждали и на еженедельной встрече обманутых дольщиков с губернатором. За ее ходом следил наш корреспондент Александр Блонский. У него все подробности. Казавшаяся неразрешимой еще несколько месяцев назад проблема балаковских дольщиков, похоже, приближается к решению. Пока, правда, не по всем секциям, но теперь уже понятно, что есть организация, взявшаяся одолеть внушительную часть большой задачи. Неспроста представители дольщиков из Балакова ограничились всего парой вопросов. Похоже, что ясность по поводу будущего существует и у потенциальных жителей проблемных пока домов в Энгельсе. Главу районной власти они вовсе не озадачили высказываниями с мест. У меня все. Есть с Энгельса кто представитель? Вопросы есть? Нет? Спасибо. На контрасте с очевидной динамикой в Энгельсе и Балакова по саратовским проблемным домам все еще больше вопросов, чем ответов. Один из примеров – многоэтажки новостроя. Вокруг них не раз кипели страсти. 200 семей дольщиков около пяти лет добивались признания законного статуса своих домов, которые до недавнего времени считались самовольными постройками. Однако после долгожданного положительного судебного решения обнаружились другие трудности. Поиск инвестора с выделением ему земельного участка, отсутствие кровли и котельной, газоснабжение и так далее. И теперь дольщиков вполне закономерно интересует конкретика, когда все это будет сделано и когда они смогут въехать в свои квартиры. По нашему дому исключительно только рапортуют. Если у нас дом на 90% готов, как вы говорили изначально, и было очень небольшое количество вложений, вы говорите, что работы ведутся. Работы не ведутся. Вот инвестор не выходил и не приступал к работам в связи с тем, что не была определена инвестиционная площадка. Инвестор просчитал, соответственно, свои затраты, связанные непосредственно с вложением в ваш дом, и каким образом эти затраты ему будут компенсированы. Трехстороннее соглашение у нас сегодня подписано. Какие работы можно вести, люди должны видеть, что эти работы там ведутся. Крыша ли ремонтируется, котельная ли ремонтируется или строится. Надо, чтобы процесс начался. Не просто мы обозначили сегодня точку отсчета, заключили трехстороннее соглашение. Что дальше? Самой оживленной и продолжительной получилась дискуссия о судьбе ЖСК «Оптимист-2000». Несколько секций на пересечении улиц Алексеевской, Наумовской, Рябиновской и Добряковской в районе Первой дачной в Саратове находятся в разной степени готовности. К тому же председатель ЖСК, также являющийся руководителем компании-застройщика Владимир Белич, находится под следствием. В заключении. Ситуация усугубляется еще и тем, что между группами активистов из разных секций отсутствует согласие, а подчас и взаимопонимание. Одним из камней преткновения является вопрос о новом межевании земельного участка, из-за чего, по мнению дольщиков одной из секций, которую почти уже достроили, их дом не смогут ввести в эксплуатацию. Часть дольщиков опасается, что в ходе публичных слушаний их опять не услышат. Этой темой вплотную занимается депутат Госдумы Николай Панков, который посоветовал жителям довериться предложениям областной власти и народных избранников. И не бояться открытого обсуждения своих проблем с профессионалами. Секция, которую представляет председатель ЖСК, о которой она говорила, у нее есть, конечно, опасения. И возможно, что они обоснованы, потому что не всегда, наверное, власть, я имею в виду районная, и придавала этому значение. Поэтому, она говорит, есть план, который имеет отступление. Но наша главная задача сегодня поверить специалистам. Если там, как вы говорите, есть наложение одного участка на другой, вы так и говорите, чтобы специалисты, кто выдавал этот участок с администрации, проектанты, регистраторы, которые есть, они там все приглашены, чтобы они говорили по этому участку. Вы для этого собираетесь, чтобы получить ответы, чтобы двигаться вперед. Такие встречи с дольщиками будут повторяться каждый понедельник. Как показало очередное совещание, прямой диалог с властью и специалистами из разных сфер уже приносит результаты. Во всяком случае, неопределенности у их основных участников, жителей, становится меньше. Александр Блонский, Роман Шельдяев, Саратов, 24.